Время новостей на телеканале Север. Студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 39 домов Наринмара сегодня утром остались без воды. Причиной стал прорыв трубы на аварийном водоводе в районе улиц Ленина и Первомайская. В Ненецком округе организованы пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. Чем можно помочь, расскажем сегодня. Легенды русского рока. Что готовит эстрадная джазовая студия импровизка Дню защитника Отечества. 39 домов Наринмара сегодня утром остались без воды. Причиной стал прорыв трубы на аварийном водоводе в районе улиц Ленина и Первомайская. Звонок в диспетчерскую муниципальному предприятию объединенных и тепловых сетей с сообщением о прорыве трубы поступил около 7.30. На место выехала аварийная бригада. К 8 часам была отключена водонасосная станция номер 2. В районе пересечения улиц Первомайская и Ленина обнаружили лужу с водой. То есть там, скорее всего, утечка воды. Но я, как руководитель, зная, что там находятся сети холодного водоснабжения, я уже предположила, что там произошло. Тем более, ну, все мы знаем и не скрывали, что там аварийный участок системы водоснабжения. Там, значит, находится магистральный трубопровод диаметром 200 миллиметров. Вот. Он находится в аварийном состоянии. Из-за утечки была приостановлена подача воды в микрорайоны Качгард, Хариверская, Лесозавод. К 10.30 коммунальщиками был организован подвоз воды на шести точках. Предприятиям совместно с властями города отрабатываются два варианта решения проблемы. Первый – раскопать данный участок дороги. Такой очень сложный путь – этот участок центральной автодороги раскопать, что будет очень сложно, потому что там проходит и газ высокого давления, много электрических сетей, сетей связи. И не исключено, что при раскопках, тем более в зимнее время, есть очень большая вероятность повредить эти сети. Второй вариант не менее сложный. Коммунальщики уже приступили к его реализации. Эта врезка будет в колодце около Качгардинской курьи, где в настоящий момент уже идут работы работниками ПОКа. Когда отогревается данный колодец, там будет осуществлена врезка. И если у ПОКа все получится, то водовод будет восстановлен полностью, а старый полностью исключен из эксплуатации. Асфальт в районе пересечения улиц Ленина-Первомайская в любом случае будет вскрываться для устранения последствий утечки на водоводе и для предотвращения обрушения дорожного полотна на данном участке дороги. Александра Литкова, Наталья Дуркина, Леонид Шишевов, Телеканал «Север». 22 февраля Государственная Дума и Совет Федерации на внеплановых заседаниях единогласно ратифицировал внесенные президентом Российской Федерации Владимиром Путином договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства. В субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ненецком автономном округе, созданы оперативные штабы по оказанию помощи людям, прибывающим на территории России из ДНР и ЛНР. Организованы пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. В состав оперативного штаба вошли представители органов власти, окружных организаций и волонтерских объединений, реализующие федеральный проект «Мы вместе», региональное отделение Российского Красного Креста и партии «Единая Россия», а также ветераны округа. То, что сейчас случилось, страдают от этого прежде всего дети, страдают прежде всего от этого старики и женщины. Я, как прошедшие локальные войны, призываю всех жителей округа присоединиться к акциям и помочь людям, которые остались без крова, без жилья. Без нашего участия, без наших сил, без нашей любви к этим людям не случится то, что мы бы хотели, чтобы случилось. Пускай то, что мы собрали, оно приумножится в сотни раз, и чтобы все люди, желающие, и которые невозможно, чтобы они не получили эту помощь, они помощь от нас получили. Участники оперативного штаба определили основные направления его работы. Это открытие пунктов приема гуманитарной помощи, сбор денежных средств для приобретения первоочередных товаров людям, пребывающим на территории Российской Федерации из Донецкой и Луганских республик. Жители Ненецкого автономного округа могут передать пункты приема гуманитарной помощи следующие товары. Предметы личной гигиены, постельное белье, полотенце, детские товары, электротехнику для того, чтобы нагревать воду, допустим, а также все товары должны быть новые и в упаковке. Помощь принимается в будние дни по следующим адресам. Улица Ленина, 33-Б, Цокольный этаж. Здесь находится исполком регионального отделения партии «Единая Россия». Во дворце культуры Арктика в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». А также в старом здании администрации поселка Искателей по адресу улица Нефтяников, дом 1А. Жители округа могут также предложить иные виды товаров первой необходимости. Интересующие вопросы можно задать по телефону, который вы видите на своих экранах. Катерина Тайбрея, Анастасия Евтыса и Леонид Шушилов. Телеканал «Север». Эвакуация жителей Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в Россию началась 18 февраля. На фоне обострения ситуации на линии огневого соприкосновения в Донбассе первой беженцев приняла Ростовская область. Еще 44 субъекта Российской Федерации подтвердили возможность размещения пребывающих на своей территории. По данным на 22 февраля эвакуировано более 90 тысяч человек. Напомним, в 2014-2015 году Россия уже принимала вынужденных переселенцев с территории Восточной Украины, спасавшихся от обстрелов украинской армии. Некоторые из них до сих пор живут и работают в Ненецком округе. Дмитрий Клименко в Наринмар приехал еще в 2014 году. В то время около его родного города Тореза в Донецкой области разворачивались военные действия. Взрывы, стрельба, военная техника на дорогах. Кто бы мог подумать, что мирному времени на востоке Украины придет конец. Боевые действия начали подходить к нашему городу уже как к районам. Отец нас загрузил в машину моей старшей сестрой и с младшими детьми отправил на территорию Ростовской области. И в территорию Ростовской области уже с 7 годами подбирались с самолетом и поездом. К счастью, в Наринмаре у семьи Клименко были родственники, которые их и приютили. Спустя месяц Дмитрий нашел работу. Здесь же на производстве Дмитрий познакомился с еще одним вынужденным переселенцем Игорем Бугаевым из Луганской народной республики, который приехал в округ в июне 2014 года. Тогда еще в красном луче оставались его родители. Со словом мамы было тяжело. Игорь, как только переехал в Ненецкий округ, оформил соответствующие документы. И получил статус вынужденного переселенца. В то время также работала государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Парень сразу устроился на работу. Легко освоиться на севере Игорю помогли знакомые. Работы он не боится. Приехал по объявлениям, знакомые посоветовали обратиться в Ненецкую промышленную компанию. Там сразу устроился на сенокосный угодь, на Костя. Работал там, потом по переводу перевели сюда, на тепличный комбинат. Уже здесь, на севере, Игорь обзавелся своей семьей и продолжает работать на предприятии так же, как и Дмитрий. Живу здесь уже 8 лет. Семью создал здесь. Сын родился. Собираюсь остаться навсегда здесь. И всем советую, ничем страшный север. Главное, чтобы было желание и здоровье. Все будет нормально. Север принял парней. Здесь ценят и характер, и трудолюбие. Игорь и Дмитрий быстренько влились в наш коллектив. У них ребята такие добродушные. Мы их приняли хорошо. И они по сей день работают, женились, завелись семьями. Так что у них все хорошо. Дмитрий на тепличном производстве уже не новичок. Хотя и имел до переезда в Наринмар другую специальность. Работа в аграрном секторе ему нравится. Опытные коллеги считают его настоящим профессионалом в своем деле. Будем поднимать сельское хозяйство, пока здесь оставаться. Запускаем новую технологию. Будем развивать, поднимать новую. На сегодняшний день установили новую технологию капельного полива и выращивание на матах. Автоматизированная система полива, соответственно. Гораздо проще, гораздо удобнее работать. Может быть, когда-нибудь Дмитрий вернется на Донбасс в мирную жизнь. А пока его земляки вновь покидают восток Украины. Эвакуируются в Россию, где им готовы помочь. Василий Хатанзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 21 февраля во всем мире отмечали Международный день родного языка. Ежегодно в этот день во многих странах проводят различные акции, посвященные этой дате. Мероприятия прошли и в нашем регионе. Ежегодно проходит 21 февраля День родного языка. И в этот день проходит ежегодная акция. В Ниньцкой центральной библиотеке имени Алексея Ильича Печкова прошел диктант на языках коренных малочисленных народов России. Акция проходила на ниньском языке. Проверить свои знания пришли люди разных возрастов и профессий. Я работаю уже 36-й год в СМИ, в средствах массовой информации. И уже в 16 лет веду ниньцкую страницу «Елунд» в окружной газете «Нерин и Виндер». Юлия Талеева, несмотря на свои глубокие познания в ниньцком языке, постоянно совершенствует свои навыки. Конечно, знание языка для меня – это очень важно. И постоянное повышение своего уровня, знаний, грамматику постоянно приходится. Словариум очень много работает, хотя это мой родной язык. Я выросла на нем и говорю на нем свободно, но тем не менее грамматические показания, грамматическая сторона, она очень сложная. И, конечно же, без словаря работать не приходится. И вот, наверное, и поэтому я сегодня здесь. И очень рада, что сегодня пришли наши земляки, тоже хотят выразить свою волю к языку стремления. Учитель из ниньцкой средней школы имени Антона Петровича Пырерка Матрёна Талеева участвует в акции, чтобы поддержать свой родной язык. Преподаватели отмечают важность подобных мероприятий. Я думаю, что обязательно надо проводить такие мероприятия, чтобы больше приходило молодежи. А взрослые населения наши, как говорится, взрослые, они с опытом и поддержать нашу молодежь. Надежда Талеева с нескрываемой гордостью и радостью в глазах читает стихи нашего земляка Прокопия Абтысова на родном языке. Певуч и звонок ниньцкий язык. Всю любовь и нежность к ниньцкой земле выражает в своих стихах северный поэт. «Сильней ветров полярных, и голос мой метели не сотрут, соцветиями северных сияний мои слова над тундрую плывут». Все участники акции получили памятные подарки и хорошее настроение. Анастасия Евтыса, Антон Водряков, Телеканал «Север». Компания «Лукойл» принимает заявки на участие в 18-м конкурсе социальных и культурных проектов. Документы можно подать до 25 марта. Впервые конкурс прошел в Республике Коми и Ненецком автономном округе в 2005 году. За всю историю в нем приняли участие более 2000 проектов. Свыше 500 из них стали победителями. Среди них и проекты, реализованные в учебных заведениях нашего региона. Так, впервые участие в конкурсе принимал детский сад «Теремок». «Разнообразие детства» – так назывался проект, разработанный воспитателями детского сада «Теремок» по созданию Лего-центра. С этим проектом инициативная группа педагогов приняла участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» и выиграла грант на приобретение игрового оборудования. Под Лего-центр в дошкольном учреждении было выделено помещение. Силами детского сада был сделан косметический ремонт в кабинете. Также было подобрано оборудование для детей, рабочие места. Дизайн кабинета. Дизайн кабинета провели у нас творческая группа. И был закуплен на грант, который мы выиграли. Был закуплен конструктор. С помощью Лего-конструктора дети различного возраста осваивают не только мелкую моторику, но и развивают воображение, фантазию и получают знания. У нас в кабинете есть не только Лего-конструктор, но и еще есть конструктор разного вида. То есть металлические, деревянные кубики, пластмассовые. Также хочется отметить, что в этот кабинет у нас занимаются дети разных возрастов. То есть младший групп и дети уже подготовительного возраста к школе. В этом году подать заявки на участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» можно до 25 марта. На конкурсе рассматриваются заявки по трем номинациям. Экология, духовность и культура и спорт. Сумма финансирования одного проекта составляет от 50 до 400 тысяч рублей. Обязательным условием финансирования является вклад собственных средств организации заявителя. В размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. Проекты, получившие грант, должны быть реализованы в течение года. Конкурс является эффективным инструментом в решении социальных проблем районов деятельности компании «Лукойл». Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Русский рок – это не только замечательная музыка, но и влиятельное направление в современной музыкальной культуре. Эстрадно-джазовая студия «Импровиз» готовит концерт «Легенды русского рока» ко Дню защитника Отечества. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Генеральная репетиция грядущего концерта. На сцене эстрадно-джазовая студия «Импровиз». Артисты творческого объединения уже более 10 лет радуют зрителей яркими номерами и тематическими концертами. Вокалист коллектива Тофи Гамидов попал на сцену спонтанно. Творческий путь молодого человека начался с обычной песни под гитару, исполненной в кругу друзей. Я взял гитару, они услышали, так скажем, как я пою и такие, давайте мы, короче, рок-группу сделаем. Я такой, базару нет, давайте попробуем. Вот, начали что-то пробовать. Вот, понимаю, что как бы в вокале у меня большие там пробелы, да, что нужно учиться вокалу. Я начинаю искать, кто у нас вообще учит вокалу на «Импровиз». По стечению обстоятельств Тофик попал Кристине Ясинской, руководителю эстрадно-джазовой студии «Импровиз». Молодой артист пришел, чтобы просто потянуть вокал для выступления в своей рок-группе. Но что-то пошло не по плану. По вечерам занимались, в общем, песнями, которые нравились мне, которые нужны были мне, вот, для нашей ру-группы. А она мне поставила ультиматум. Я с тобой занимаюсь, но ты выступаешь на наших концертах. Вот, и тут же было открытие сезона, и мы учили, какую же песню? «Разведи огонь у Меладзе». Ну, как бы я пришел с роком, а мне такой, давай Меладзе, короче, пой. Уже через две недели артист перешел в новый для себя жанр исполнения песен. Еще один вокалист эстрадно-джазовой студии – Василий Попов. Сам артист связан с музыкой еще с первого класса. Ну, а первое прослушивание в творческом коллективе артист помнит, как вчера. Я никогда не забуду этот день, потому что это, во-первых, был такой страх для меня. Мне было буквально 17 лет на тот момент, и все незнакомые люди, и мне просто художественный руководитель говорит, ну, чтобы понять, на что ты способен, пой. И я настолько забыл все песни, которые я вообще в своей жизни слышал, и я запил песню «О боже, какой мужчина у Натали». Вот, они, конечно, посмеялись, и, ну, она прекрасно поняла, ну, какими данными я владею, и уже начала развивать и отталкиваться от моего диапазона, от моего тембра и так далее. Несмотря на то, что уже прошло больше шести лет, как артист попал в эстрадно-джазовую студию, каждый концерт для Василия проходит как в первый раз. Если быть честным, ну, не бывает таких концертов, на которые ты не переживаешь. Даже если ты поешь, условно, песню уже не в первый раз и знаешь ее от и до, всегда есть чувство переживания в любом случае. И если нет чувства переживания, ты в любом случае уже должен переживать за то, что ты не переживаешь. Как бы это тавтология такая получается. Вот. Лучше переживать, нежели не переживать. Потому что, когда ты выходишь расслабленный на сцену, может быть, что-то пойти не так. И, ну, это чисто психологический факт. Эстрадно-джазовая студия «Импровиз» — это команда, готовая сделать фееричное шоу для зрителя. Артисты коллектива полностью соответствуют названию своей группы, которая когда-то понравилась основателю творческого круга. «Импровиз» — потому что мне просто нравилось это слово. И потом, как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет. И в любых казусных ситуациях на сцене у нас есть такое внегласное правило, что не молчи, импровизируй, но тот и импровиз. Артисты сейчас готовятся удивить зрителя концертом «Легенды русского рока». В программу мероприятия войдут наиболее популярные и полюбившиеся публики композиции в исполнении эстрадно-джазовой студии «Импровиз» и концертного ансамбля Дворца культуры «Арктика». Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.